На часах 5.58 утра у нас вступительное слово Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер У нас начинается новый день в Израиле И сегодня мы едем в Иерусалим изучать святые места Смотреть на красоты Прикоснемся к прекрасному И наслаждаться Израилем и его колоритом Так что поехали с нами Вот и добрались мы в Иерусалим Приехали на такую обзорную площадку Откуда открывается невероятный вид Невероятный вид На весь Иерусалим Это Масленичная гора Масленичная гора Только я так и не понял, почему она называется Масленичная Потому что тут живут, растут маслины Открывается невероятный вид На весь город Внизу такое кладбище Нестандартное Какое-то Неправильное кладбище Где заросли, где куча мусора Где это все Где венки Да, эти пластмассовые Короче, видишь, тут на гробиях камни лежат У них принято вместо цветов Получается, камушки носить на гробе А где нет камушков, туда давно не приходил Как тебе экскурсия Немного нудновато, да? Немного Единственное, что ее спасает Это мое желание Уехать домой Где мы находимся? На храме Святой Девы Марии Храм, где похоронена Святая Дева Мария Но это не точно Потому что по Библии Иисус Христос ее вознес Забрал, да Забрал тело Тут находится икона главная С ее изображением и все поклоняются Заходят в такую комнатку В пещеру горного корабля Да И тут также в этом храме Похоронены родители Девы Марии Это точно Это точно, да Это уже точно Есть Вот так вот выглядит вход в эту усыпальницу Напоминает как пещера какая-то Внутри очень влажно, сыро Сильно пахнет ладаном И много людей Очень мало И монахи ведут экскурсию Да А как там? Там получается один день одни монахи, да? Да Один день православные христиане какие-то Ведут службу, да? Ведут службу, да А второй день армянские Армянские монахи, грузинские Грузинские монахи ведут Грузинская церковь Деревья засохшие Олива Старая, наверное Старая, дряблая олива Вдалее находится камень, на котором Иисус Христос молился Часть камня, на котором молился Иисус Христос Да? Да Настя у нас знаток в этой отрасли Потому что я слушаю его хотя бы А ты ходишь Ну а внутри то был не камень, на котором он молился Тоже камень Так а что я тогда не так сказал? Ты сказал по-трубому Ну я же правильно тоже сказал Все, закончим Приехали к следующей точке В нашем путешествии по Русалиму Стена Плача Так вот, вот она выглядит снаружи Сейчас будем заходить внутрь Но Настя сказала, что там нельзя снять Это не я, это Игорь сказал Ну что, поплакала? Не, не поплакала Что-то там так долго сидела Очень такое энергетически сильное место Да? И что-то там стояла, стену обнимала? Не, я сидела на стучке И смотрела? Я прикоснулась, меня что-то Оттолкнула? Ого, да В общем, мы возле стены плача Вон она вдали Настя плакала На тебя уже накричала Куда мы идем? Мы идем в Сраму Глороба Господнего В Сраму Глороба Господнего А вот то место, где на Пасху зажигается благодатная вонь И считается, если благодатный огонь на Пасху не зажгется, то начнется конец света Судный день Величественное сооружение Боюсь, сильно голову вверх поднимать, а то платок скомкается в этом помещении внутри находится гроб господин только что стояли минут 40 или 50 пока чтобы зайти прикоснуться святым местам и он дали очередь вот сколько тут людей стоит ждет своей очереди сейчас смотри Такое стрёмное место. Кресло. Куда-то попали в пещеру. Какой-то шаг лево сделали. Страшно. Видела кресло какое большое? Страшно, тут фильм ужасов какой-то. Пошли. Чего страшно? Пошли посмотрим. Как тебе впечатление от храма Господня? Смутная политпоясница. Надеюсь, святая земля вылечит мою поясницу после 40-минутной... Да шутка, шутка. Прошу это. Просто долго ждать надо, непонятно из-за чего. Ну понятно из-за чего, но непонятно из-за чего. Вот это камень, когда Иисуса сняли с креста, и его положили тело вот на этот камень. И тот, кто хочет что-то осветить, надо ложить на этот камень. Камень мира помазали. Смотрите, вот здесь на этой современной мозаике изображено, вы видите, крест, на котором вы умираете. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok